Игромания Среди зрителей Ютьюба на первое место вышло дополнение к третьему Ведьмаку. Кровь и вино. Мы дали ему ролевую игру года, но вы пошли ещё дальше и объявили его вообще лучшей игрой года. Урок всем разработчикам, как надо делать дополнение. На втором месте предсказуемо Overwatch. И тут вы уже не скажете «Э, игромания, опять вы со своим овервотчем!» Теперь это уже не мы, а вы. Третье место досталось историческому боевику Battlefield 1. На четвёртом — Uncharted 4 «Путь вора». И замыкает пятёрку лучших Watch Dogs 2. Читатели сайта «Игромания» также поставили на первое место кровь и вино. А вот дальше начались различия. Вторую строчку занял консольный эксклюзив Uncharted 4 «Путь вора», потеснивший на третье место Overwatch. Последние два места достались Doom и Battlefield 1. Наконец, свой топ сформировали и подписчики нашей группы ВКонтакте. Лидером в номинации «Игра года» стал Uncharted 4. Напомним, что точно так же проголосовала и редакция «Игромании». На втором месте Ведьмак 3 «Кровь и вино». А вот следующие строчки распределились в точности так, как и на сайте Overwatch, Doom, Battlefield 1. В том, что касается разочарований, в мнениях сошлись и наши читатели, и наши зрители, да и редакция выбрала, в общем, те же игры. Первые два места уверенно застолбили No Man's Sky и Mafia 3, причём именно в таком порядке. Вдалеке от них с огромным отрывом можно разглядеть Call of Duty Infinite Warfare, Mirror's Edge Catalyst и Третьих Казаков. Ни одной из них не удалось даже близко разочаровать игроков так сильно, как это сделали два финалиста. Теперь немного ваших писем и пожеланий. Как мы и обещали, мы читаем всё. Денис из Иркутска пишет. Врёте, не читаете? Нет, видите, Денис, не врём. Денису вторит Вячеслав из Мурманска. Всё читаете? Ого! Не, серьёзно? Ого! А вы можете написать мне «привет», это будет прям отлично. Пожалуйста, привет, Вячеслав. Получите, так сказать, и распишитесь. Александр Антипов из Барнаула. Журнал «Игромани». Спасибо вам за то, что вы меня подтолкнули на игры. На здоровье, Александр. А вот Кирилл из Курска. Спасибо, что сделали данную номинацию «Выбор игроков». Надеюсь, теперь это станет ежегодной традицией. Да, нам тоже очень понравилось. Будем продолжать. Извините, что я соврал, я ни в одну игру из этих не играл. У меня просто нету денег хотя бы на самую дешёвую игру. Простите, пожалуй, стоит с наступающим Новым Годом. Решил честно признаться Сергей из Николаева сразу после того, как проголосовал за лучшие игры года. Сергей, лайк вам за честность, дизлайк за необъективность и бан за орфографию, ей-богу. Вот, а тут вот пишут лично мне. Спасибо большое журналу Игромании за свежие новости каждую неделю и хочу поздравить голос за кадром, ты лучше всех. Спасибо вам. Слушайте на здоровье. Искренне ваш голос за кадром. Рина из Москвы. Девушки тоже нас смотрят. Поделилась вот чем. Игры делают меня счастливой. И поставила такое сердечко. И вам сердечко от нас, дорогая Рина. Играйте в своё удовольствие и будьте счастливы при малейшей возможности. В общем, нам много чего желали. Удачи и творческих успехов, адекватности, счастья, вселенской удачи и любви. DLC поменьше и сизон пассов подешевле. Слушайте, это очень приятно читать. Работаешь тут и не всегда даже задумываешься, сколько человек одновременно желают тебе всего самого хорошего. Друзья, и вам тоже счастья. И напоследок одно письмо, которое нас пленило настолько, что мы решили зачитать его почти целиком. Нам пишет Красавчик Джек. Здрасте, мои кексики. Мне тут было нечего делать. Да, у меня такое тоже бывает. И один из моих сотрудников предложил мне посмотреть ваш новостной дайджест. Там ваш диктор. Признаюсь, голос у него неплохой, почти как у меня. Ха-ха-ха, вот это шутка, я сегодня в ударе. Проговорил что-то про эту анкету, и вот я здесь. У меня есть все консоли. Xbox не консоль, я так сказал, поэтому мне не составило труда сыграть во многие игру. Так вот, в разделе выбора игр я не нашёл Borderlands Handsome Collection. Сначала я подумал, что это излишки гетерохромии, поэтому позвал несколько сотрудников. По очереди каждый из них подходил и говорил, что её там нет. Они теперь летают у меня за окном. В вакууме. Мёртвые. Потом до меня дошло, что я опоздал на год, и она вышла не в этом году. Бывает. Но всё же жалко, я лично руководил созданием и портированием этих игр про себя, а эту коллекцию нельзя выбрать игрой года. Мне очень часто фанаты говорят посетить вашу родину, но как у нормальной планеты может быть название такой же, как у материала, которым я, ну почти я, закапываю могилы, и нахожусь крайне далеко от вас. Интернет у нас общий. Ну то есть как общий? Ваш интернет 7%, хайпернет 93%. Вот такие дела. И если бы не вторая часть Borderlands, вы бы обо мне вообще никогда не узнали, и, наверное, так было бы лучше. Но! Хорошо, что в той игру ли меня убили. Очень героической, эпической и красивой смертью героя, между прочим. Так бы нас уже давным-давно нашли. Я просто пишу, чтобы зрители вашего земляного шарика, в котором нет ни капли эридия, соответственно, не заслуживающего внимания красавчика Джека, не волновались за жизнь их любимого, многоуважаемого, харизматичного, обаятельного и всемогущего кумира. Передайте им это. Вы же почти так же могущественны, как Гиперион. Правда ведь, да? Не зря же я лично нажал на галочку под этим текстом. Если ответной связи не последует, то вот возможные варианты вашей дальнейшей судьбы. Первая скорее, вторая всего, третья я, четвертая лично, пятая всех, шестой вас, седьмой убью. Ха-ха-ха-ха-ха! Ладно-ладно, шучу, честно. А хотя... Нет-нет, это не шутка. В общем, как у вас это говорится, лютого Нового Года всей вашей организации. Окей, отлично. Красавчик Джек отсоединяется. Фуф, отсоединяемся и мы. Друзья, спасибо вам за ваши голоса, за ваши отзывы и за пожелания. Вы действительно лучшие. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова